Федор Андреевич, скажите, пожалуйста, сколько избранных депутатов ОЗС отказались от своих депутатских мандатов? Мы специально не подсчитывали, сколько отказалось, но в некоторых партиях большое количество кандидатов отказались от депутатских мандатов, чтобы депутатский мандат получил тот кандидат, которого хочет видеть партия. Вот в частности по либерально-демократической партии семь территориальных групп кандидатов, а в каждой территориальной группе по три кандидата отказались от депутатского мандата. Ну кто, понятно, что Жириновский не будет сидеть в нашем ОЗС? Жириновский в ЛДПР Дане будет. Мы от него получили заявление о том, что он слагает в себя депутатские полномочия, и его депутатский мандат будет передан другому кандидату. Кто еще из фамилий, которые на слуху? Ну если говорить точно по ЛДПР, то у них из первой тройки только Жириновский отказался, а Смирнов, Гукасов они остаются. Дальше у них по территориальной группе избран Харюшин, отказался Журко. И вот когда мандат Журко стали передавать, вот семь территориальных групп отказались. И мандат выпал на кандидата Ашуркова. А мандат Жириновского, там есть закон у нас, согласно закону, значит, оригинальное отделение партии по согласованию с центральным органом передает депутатский мандат уже в ту группу, в какую укажут. И они указали, что мандат Жириновского передается на Ленинскую территориальную группу, там Сарсон будет депутатом законодательного собрания в области. Вот по другим партиям, да? По другим партиям. У нас больших передач не было по КПРФ, там Дмитрий Русских, он был избран по одномандатному округу. И, соответственно, по решению оригинального отделения партии, компартии Российской Федерации, этот депутатский мандат был передан Решетникову. Это территориальная группа «Слободская». Юрий Александрович Ежов, будучи избранным, вернее, по территориальной группе у него оказалось в таком положении, что он избран депутатом, но он отказался от депутатского мандата, и его депутатский мандат передан Джамалуддинову. Это директор фабрики «Белка». По «Справедливой России» у нас депутатский мандат будет передан от Гудкова, поскольку он отказался от депутатского мандата. Он депутат Госдумы, сколько я понимаю. Депутат Госдумы, мы вчера получили от него уведомление. Значит, по Мальцеву пока мы ничего не получили. Да, кстати, я про Мальцев. По всей вероятности, тоже, наверное, он передаст депутатский мандат. А поскольку Доронин избран по одномандатному округу, вот все три этих депутатских мандата, они своим решением имеют право передать в ту территориальную группу, в которую они укажут. Ну и у них была Дропека, которая избрана, и, соответственно, она отказалась от депутатского мандата. А в этой территориальной группе второй был Машуренко, он избран по одномандатному округу. Третий, Кунгурцев, отказался от депутатского мандата, и этот депутатский мандат передан в советскую территориальную группу Солодилову. Вот такие у нас изменения. Ну и по Единой России у нас, значит, Домнина Оксана, она подала заявление о том, что она отказывается от депутатского мандата в связи с уходом за маленьким ребенком. И поэтому она, по всей вероятности, не по всей вероятности, уж точно она не будет депутатом законодательного собрания. А дальше, значит, ситуация раскладывается следующим образом. Егошин отказался от депутатского мандата. Это Афанасьевская территориальная группа, и, соответственно, депутатский мандат выпадает на Никитину. Будет она принимать мандат, не будет, мы пока еще не знаем. Нам известий нет. Нет нам никаких известий от Олега Дориановича Валенчука, поскольку он избран по Белохолуницкой территориальной группе. Если он отказывается, допустим, от нашего мандата, оставаясь депутатом Государственной Думы, его мандат передается Ивонину. Но Ивонин глава Зуевского района. Ну, ему тоже надо будет определяться, наверное. Вот такой расклад у нас на сегодняшний момент. Виктор Савиных, Александр Галицких. Значит, что касаться Савиных, мы пока не получили никаких вестей, отказываться он или не отказываться. Значит, закон и не обязывает его в определенный срок. Хотя, конечно, мы хотели бы, чтобы он определился, и чем быстрее, тем лучше. А что касается Александра Александровича Галицких, значит, он вчера принес копию заявления, в которой он уведомил нас о том, что он написал губернатору прошение об отставке в связи с избранием депутатом Законодательного собрания области. Но пока, значит, губернатор не принял никакого решения. Значит, я полагаю, что на это уйдет какое-то определенное время. Вот такая ситуация на сегодняшний день. И мы ждем, в основном-то ждем решения регионального отделения политической партии «Единая Россия» по передаче депутатского мандата Домниной, в какую они территориальную группу хотели бы передавать. А к какому числу уже они все должны определиться? К сожалению, значит, вот наш закон Кировской области гласит о том, что если кто-то из первой тройки отказывается от депутатского мандата, депутатский мандат передается по решению политической партии в любую территориальную группу. А в какой срок это решение должно быть, закон не определяет. И вот мы просто из чисто человеческих, так сказать, побуждений просим региональное отделение партии побыстрее, побыстрее это делать, потому что надо быстрее собирать депутатов, чтобы они уже приступили к формированию руководящих органов законодательного собрания. То есть пока все в подвешенном состоянии, и вы получаете? И мы получатся в подвешенном состоянии, а средства массовой информации с нас спрашивают, скоро ли вы тут вроде все закончите. Хотя это уже от нас не зависит. Будем надеяться, что скоро. Вот у меня вопрос еще по избранному кандидату. В Слободскую думу прошел у нас миллиардер Александр Лебедев, и первое заседание уже там прошло, оно прошло без него, и он записал видеообращение к коллегам. Скажите, пожалуйста, какое количество заседаний депутат должен посетить лично? То есть как часто он будет к нам летать? Ну, есть закон о статусе депутата, и в принципе-то там не оговорено, сколько заседаний он должен посетить, чтобы, так сказать, признать его работу, что он работает как депутат. Но есть одна норма, значит, согласно которой через суд можно признать деятельность кандидата несоответствующей депутатским обязанностям. То есть если он систематически не выполняет депутатские обязанности. И в то же время систематически не выполняет депутатские обязанности, это может определить только суд. Это может быть, допустим, из 20 заседаний 15, если он отсутствует, а может быть, из 20-10. Это все будет определять суд. И я полагаю, просто, так сказать, из жизненной практики, что ли, опыта, если он через заседание будет присутствовать, никто к нему претензий предъявить не может, что он систематически не выполняет депутатские обязанности. То есть к следующему заседанию, в принципе, можно ждать. Конечно. И еще вот я хотела вернуться к нарушениям, которые были у нас в ходе избирательной кампании. В интернете опубликован экземпляр договора, который заключала одна из политических партий с избирателями. И в этом договоре сказано, что партия обязуется улучшить жизнь гражданина, а в знак благодарности он должен проголосовать за нее на выборах. Вот была ли официальная жалоба в избирком по этому поводу? Официальная жалоба была, и нет одного избирательного объединения, и даже такие письма поступали нам от граждан, сообщение, что вот я получил вот такое, я его не подписал, но я вам направляю и принимайте меры. Вот все эти материалы мы отправили в прокуратуру, направили в прокуратуру. Прокуратура разбираться будет, насколько это правомерно. Конечно, это, будем так говорить, технология, современная технология, которую привезли нам москвичи. В каждой партии были политтехнологи, московские, и не только московские. К нам приехали и представители с Оренбурга, с Екатеринбурга, с Питера. Вот это они привезли, вот эти технологии. А избирательная комиссия, получив такой документ, она сама не может принять меры вот к этой партии? Конечно, конечно. Ведь надо доказать и разобраться, а сколько было таких письм. Это может быть одно-два письма, а может быть это несколько десятков тысяч. Ведь это все надо рассматривать, это вести определенную сыскную работу. Хорошо. А если признают, что было, то тогда какие санкции? Ну, а если признать, что это было нет, значит, там ведь есть определенные, установленные законом основания, значит, на основании которых можно, значит, лишить депутатского мандата кандидата или признать выборы недействительными. Это процедура не такая простая. Ведь, в принципе, это ход такой, ну, рассчитан он на обывателя, который, в общем-то, знаете, ну, может быть, простодушный или еще как-то. А любой нормальный гражданин, он, в принципе, это понимает, что это обещание и не более того. Вот у нас Вишняков Александр Альбертович, когда был председателем Центра избиркома, на одном из совещаний он сказал, никогда, говорит, так не врут, как после охоты рыбалки и во время выборов. Так вот, каждый избиратель должен для себя-то определить, что ему делать с этим. Или выбросить, или отправить, допустим, в избирательную комиссию, или отправить в прокуратуру, или просто проигнорировать. И это говорит председатель избирательной комиссии. Ну, а как же. Вот еще по поводу баннеров, которые до сих пор остались на улицах города. Политическая реклама. Они висели у нас и 12 марта в День тишины, они висели 13 марта. Они до сих пор висят. Вот с этим что делать? Ну, эти баннеры, они относятся к категории политической рекламы, печатной продукции. Значит, это, конечно, агитация. Но закон разрешает оставить вот всю эту печатную продукцию, которая была подготовлена до дня голосования, оставлять и на день голосования. То есть он не заставляет в обязательном порядке убирать ее. Но условие ставит одно закон. Чтобы эта продукция размещалась на удалении не менее 50 метров от избирательного участка. Измеряли. Были случаи, когда измеряли. Измеряли. Расскажите. Ну, вот, так сказать, случай недавно, не то что недавно у меня на глазах, значит, на театральной площади, там, где эстрада, с левой стороны, если стать прямо лицом к эстраде, был баннер «Единая Россия», призывающий голосовать за партию Путина. А рядом, значит, здание Политехнического института, там избирательный участок. Поступило, так сказать, сначала устно. Звонок нам в избирательную комиссию. Мы позвонили в «Единую Россию». Они убрали его, перенесли на другое место, на более удаленно от этого избирательного участка. Но были и другие случаи, когда действительно ходили с рулеткой, замеряли 50 метров, это или 49-48 метров. И переносили. И переносили, да, конечно. Понятно. А вот эти вот баннеры, они вообще до какого числа они могут висеть? Как-то срок оговорен? Ну, во-первых, срок оговорен, ведь у нас есть рекламное агентство в городе, значит, и та политическая партия или кандидат, когда они вывешивали эти баннеры, они заключали договор. И в договоре указаны сроки, в какие это рекламное агентство должно, значит, вывесить и в какие сроки он должен убрать. Ну, то есть, законом не оговорено. Законом не оговорено. Поэтому здесь уже полномочия городской администрации подсказать этому рекламному агентству, чтобы они вовремя убрали ту рекламную продукцию, которая была связана с выборами. А вообще, по сравнению с прошлой избирательной кампанией, вот эта прошедшая, она была намного более скандальная, если так можно выразиться? Ну, мы будем так говорить, она очень сложная была для нас, для избирательной комиссии области, для территориальных, участковых избирательных комиссий, потому что конкуренция среди политических партий, она все сильнее и сильнее обостряется. Это во-первых. А во-вторых, сложность заключалась для нас, особенно для избирательной комиссии, еще и в том, что нынешнее законодательство выстроено таким образом, что очень большое количество кандидатов было от политических партий. Вот представьте себе, каждая политическая партия от 81 до 84 кандидатов выставляла по единому областному списку, и все эти сведения о кандидатах надо было собрать, надо было их проверить, перепроверить, опубликовать. Это все надо было вычитать, это очень сложно. Вот даже для сравнения, пять лет назад у нас участвовало 10 партий, а кандидатов было в два раза меньше. А сейчас четыре партии кандидатов в два раза больше. У нас в среднем получилось по единому областному округу 12 кандидатов на один депутатский мандат. Нормальная такая конкуренция. Да, конкуренция нормальная. А сейчас, вот видите, я вам уже говорил, 21 кандидат от ЛДПР, допустим, отказались от депутатского мандата, чтобы вывести на депутатский мандат одного из их товарищей. Ну, будем надеяться, что УЗС пятого созыва уже скоро определится, каким оно будет и наконец соберется. Наверное. Мы полагаем, что на этой неделе, конечно, уже не успеть, но на следующей неделе, к концу марта, я думаю, депутаты законодательного собрания уже вновь избранные соберутся. Тем более, что кандидаты, вернее уже депутаты, будем так говорить, избранные по одномандатным округам, они уже давно готовы. Вот 26 депутатов, они готовы, они уже все свои полномочия несовместимые со статусом депутата сложили, они получили уже в окружных комиссиях удостоверение об избрании. Спасибо, Федор Андреевич.